В Бурятии строится 10 школ по концессионному соглашению. В прошлом году 4 уже ввели в эксплуатацию. Зампред правительства Евгений Луковников совместно с Управлением капитального строительства посетили 3 будущих объекта. Один из них стало учебное заведение в селе Сотниково на 250 детей. Работы здесь начались в мае прошлого года. Сейчас подрядная организация занимается внутренней отделкой. Шпаклевка, покраска, сантехнические работы у нас уже заведены. У нас котел поставили. По осени заехали, привезли котел. И мы уже на собственном отоплении работаем. Проводим все отделочные внутренние работы. Все готовимся к запуску. По словам исполнительного директора, готовность школы составляет 85%. Однако, увидев собственными глазами проделанную работу, Евгений Луковников не согласился с такой оценкой. 50% я оцениваю, что сегодня строительная готовность объекта. Начиная с всех воскосных сооружений, подготовка площадки, у вас остался один хваток. Лучше обстоят дела в строящейся школе в Нижней Иволге. Здесь работает та же подрядная организация. Отделочная работа почти завершена. Остается решить вопрос с поставкой оборудования. Мы сейчас посмотрели зал приема пищи, пищеблок, где будет готовиться пища. То есть помещения готовы. Буквально в течение месяца-полтора, я думаю, что оборудование будет поставлено и уже установлено. Школы, которые мы строим, они должны быть красивые, светлые. Применены новые технологии, новые материалы. Поэтому внесем некоторые корректировки, поменяем небольшой конструктив. Строительство объектов идет за счет финансирования прошколы. А республика отвечает за сроки и реализацию проектов. Поэтому в ближайшее время запланировано увеличить количество проверок. Для того, чтобы вовремя закончить все работы, управление капитально строительством практически в ежедневном режиме. Отслеживая выполнение работ, постоянно приезжаем на объекты, проводим встречи с подрядчиками, с консессионером. И отрабатываем все проблемные вопросы, решаем тут же, стараемся, чтобы все происходило максимально оперативно. Третьей стала школа в поселье. Здесь подрядчик Ремстрой почти завершил наружную отделку и подвел все сети. Готовность строительного объекта оценивают на 60%. Но всем рекомендуют ускорить работу. Ведь уже в конце июня все учебные заведения должны быть сданы. Отмечу, что каждое здание будет самостоятельным комплексом со своей столовой, библиотекой и спортивным залом. Базовый шеф Алексей Ромашов. Новости дня.